Ребята, всем огромный привет! Был на этой барраколке выходные. Температура резко поднялась на улицу. Прям резко поднялась. 31-32 градуса тепла. И прям мне так стало плохо резко. Вот два раза мне было плохо. Прям в глазах потемнело. Один раз, потом второй раз. И я решил, что в следующий раз я не буду ехать на эту барраколку. В принципе, вообще не буду выходить на улицу. Долго проводить время на солнце, на жаре. Так что рекомендации тоже от меня. Если вы себя чувствуете плохо на вот такой вот жаре, то поберегитесь. Не выходите на улицу на такой жаре, когда 32-33 градуса жары. Рекомендации от меня. Так, огромное вам спасибо, кто комментирует мне видео. Большое вам спасибо. Даже кто вот написал привет, хорошего дня и настроения. А тот, кто вообще пишет большие комментарии, вам огромное тоже спасибо. Ребят, сегодня я покажу вам эту барраколку не под открытым небом, а в закрытом помещении, где есть эксклюзивные, скажем вам, товары. Просто интересные, очень дорогие, не очень дорогие, очень-очень дорогие. И бюджетная продукция. Так что кому будет очень интересно, эксклюзивная продукция. Оставайтесь со мной, я думаю, это видео будет интересным. Ребята, я уже тут. Хорошо, что здесь работает этот кондиционер. Гляньте, какое блюдо. 6,5 тысяч. Вообще, такое, знаете, можно треснуть по голове. Такая подставка еще зеркальная стоит. Вообще. Я даже слов подобрать не могу. Такое еще. Смотрите, какое прелестно. Я не знаю, кому, конечно, такое дарить. У моей мамы места уже, наверное, нету уж в этом, в стенке. Такое вот 5 тысяч блюдо стоит. Сейчас я вам покажу вазы. А вот такое тоже чуть побольше стоит 7 900. Гляньте, какая ваза. 8 100. Такое, знаете, все современное. Не знаю, конечно, мне кажется, пройдет время. Пройдет еще 100 лет. Это тоже будут называть, ну, не СССР, а какой год? 2000 год. В 3000 году, представляете? Наверное, другие вещи уже будут в 3000 году. А это будут говорить, а, это 2000 год. Но красиво, красиво. Хотя в 3000 году интересно, какие вещи будут, какие вазы. Но мне кажется, этого всего уже и не будет. И вот это вот уже будет считаться барахлом 6000 гривен. Вот такая интересная. Но я вам скажу, красивая ваза. Красивая ваза. Я буду меньше все это трогать, потому что, если все это стоит, так, знаете, сбоку. И не хочется попасть на несколько сотен тысяч. 4 500. Вот такое блюдо. Конфетница. Можно конфет насыпать всяких интересных. А вот это какое красивое. С нежной бирюзой переливается. 4 500 гривен. Так, вот такая. Я даже не знаю. Это написано ваза. 4 500 гривен. Тоже в бирюзу так нежно переливается. И вот такая 4 500 тоже похожая. Обыкновенная. Так, а здесь у нас вот такой нежный шоколад переливается. Тоже 4 500 гривен. Это такой один островок. И сейчас я перейду на другой островок. Но я не знаю. Мне кажется, если это в магазинах все есть, значит, это кто-то, друзья, покупает. Ну и, кстати, вот такие вот деревья искусственные. 638 гривен. Так, следующая штучка. Вот такое блюдо. Муран. Из муранового стекла. 1800 почти. Так, white. Кристалл. Белый кристалл. Made in Italy. Сделано в Италии. Произведение прям искусства, друзья. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что кто-то может этим и увлекается. Вот такая чуть поменьше. Есть такая вот. Вот такая вот чуть побольше. А гляньте, какие ножки красиво сделаны. На маленькой тоже так ножка сделана. Вот с такой розочкой. Сейчас я сделаю. Вот так вот приближу. Прям ручная работа. Это, наверное, гипс. То ли не гипс, а этот. Забыл материал. Напишите мне. Я забыл, как этот материал называется. Ой, вылетела из головы. Так, а большая стоит 2175. Вот такая вот ваза. Тоже из Мурана. 2175. А, гляньте, какая вот там вот ваза стоит. Сейчас я подойду поближе. Гляньте, какие ножки. Какая это. Ой, вообще шикарно. Вот придумает такое. Друзья, я, конечно, не знаю, не разбираюсь. Но мне кажется, это, если продается, то реально это кто-то все покупает. Господи, я это точно трогать не буду. Но красивое все это. Вот такие белые розы. Белые розы. Белые розы. Так, и вот рядом еще стоят такие вазы. Это у нас даже вот ваза Амбре. Коричневое золото. Алюминий. Материал алюминий. 1143 и 1570 чуть побольше. Вот так вот. Так, ребята, это тоже Муран. Гляньте, бирюзовые розы. Ну, понятно, бирюза это моя. Тоже розы. Тут уже цвет такой глубокий. Глубокая. Заклеено. Хотел вам показать. Глубокое синее море. Тоже точно такая же ваза, только в глубине морской. Вот такое блюдо. Цены нету. Не вижу цены. Тоже с такими розами. Вот такое интересное тоже из Мурана. Это все Италия. Все Италия, потому что вижу флаг Италии. 1500. Тамару синий. Ой, на ощупь такое интересное, кстати. 1700. 1700. Тут такое блюдо. Я даже не знаю, что здесь держать можно. Так, а вот такое блюдо привлекло мое внимание, друзья. И знаете, чтобы я сюда насыпал? Я бы насыпал сюда разных фруктов экзотических. И бананов, и апельсинов, и персики. И всевозможные фруктовницы. 1700 гривен. Очень бы даже было бы интересно. Смотрелось бы на большом столе. Так, вот такая ваза. Смотрите, на каких ножках она интересных. Такой, как лепесток. Знаете, открывающийся. Тоже мурановое стекло. Это тоже похоже как... А, здесь даже пишет фруктовница. Ребята, видите? Я был прав. Фруктовница. Все же таки я, походу, разбираюсь. Так, и вот такое стекло. 659. Так, вот такая чуть поменьше фруктовница 2000. А, гляньте, какой цветок из муранового стекла. Это у нас подсвечник. А, понятно. Гляньте, вот сюда вот свеча вставляется. Очень оригинальный. Оригинальный подсвечник. 465 гривен. Так, еще вот такой вот подсвечник тоже я надыбал. Такой оранжевый, солнечный, насыщенный цвет. Цена его. Цены, к сожалению... Нет, есть цена? Нет, нету цены. Цены нету. Вот такая точно тоже фруктовница, только в другом цвете. Ну и, конечно же, эти вазы только в таких присочном цвете. Рыжим-рыжим. Гляньте, какой красивый цвет, ребята. Такой серопепельный какой-то. Тоже интересный цвет. 2. 435. Той же повторяется, только показывает расцветку. Друзья, а вот это вот ваза точно как произведение искусства. Тут ваза отдельно, потом вот такое вот кольцо и прям такой куб. Она сейчас в акции почти полторы тысячи гривен. Тоже произведение искусства, можно сказать, вот на такой ножке. Уже заговариваюсь, 1100 почти. Побольше чуть, 1680. Интересный тут тоже. Знаете, приходишь сюда и смотришь как на выставку. Можно заходить и смотреть просто как на выставку. А вот еще одна очень интересная композиция. Оно, знаете, если помыть его, оно на свету очень красиво переливается. Если оно вот под лучами света интересно так переливается, я представляю, как оно будет переливаться на солнце. Тоже, наверное, фруктовница какая-то. Или я даже бы сказал, здесь можно красивые пироженки понаставлять. Так, вот в другом цвете чуть побольше. Но вот в этом мне нравятся цвете поинтереснее. И вот точно такая же, только побольше в размере. Тоже фруктовница 890 гривен. Это такая нормальная цена. И, ребята, смотрите, что я нашел. Здесь вообще можно нарезать арбуз. Прям, знаете, вот целый арбуз так нарезать и положить целым. И есть такой чуть меньше. Здесь можно дыню. Так, вот какие красивые подсвечники. Прям такое, я не знаю, произведение искусства. Вот эти вот подсвечники мне нравятся. Вот так вот я захвачу. 1300 поменьше и 1600 побольше. Так, а подставка здесь у нас... А, понятно. Не будет портить ваш стол. Продумано хорошо. Так, смотрю. Смотрю, здесь тоже вот такие у нас блюда. Интересные тоже. Напоминают мне как ракушку. Толь, не знаю. Тоже муран, походу. 1700 вот это побольше. Сейчас я в фруктовнице. Да, написано фруктовница. Чуть побольше, чуть поменьше. Гляньте, какой камень, ребята. То есть это тоже фруктовница какая-то. И вот это вот камень. Я забыл, как он называется. То есть камень, это как ножка для блюда вот этого. Молодцы, тоже придумали у людей. Фантазия работает нормально. Так, и вот это вот мне очень понравилось. Тоже в бирюзе. 2700 вот такая стоит. Вот гляньте, как красиво придумали. А в середине вот такая вот пустота. Класс. Ножки оригинальные придуманы. Очень красиво придумано все. Ой, ребята. Глаза разбегаются. Прям точно. Приходишь сюда, вот как на выставку приходишь. Молодцы. Оригинально попридумывали все это. Походу это все тоже из-за границы привозят. Не знаю еще. А не видел. Это все тоже Италия. Мадагаскар. Никель, шампань. Стекло. Представляете, это стекло, ребята. Ой-ой-ой. Никель и стекло. Вот это ваза. Нормально. Так, вот такая тоже интересная у нас фруктовница за 2,5 тысячи. Под золото. Гляньте, в середине золото, да. Вот мне там поминает, как будто старое дерево такое раскололи. Вот здесь вот, значит, золото в середине. И вот снаружи серебро. Вот так вот оно выглядит. Ну, здесь тоже можно ходить, как на барахолке. Пропасть можно на целый день. Вот такая огромная ваза за 2,8 тысячи. Она мне попупится. Мой выше пупца моего. Вот такая ваза с такими... Это, как их, ящерица такая, да? Ваза Сахара напольная. Вот такие еще тоже напольные вазы за 2,000. Белые. С белыми розами. Вообще шикарные тоже. Такие нежные-нежные. Но я вам скажу, это нужно иметь свой дом, друзья. Свой дом нужно. И кроме своего большого дома, нужно иметь экономику, которая будет ходить и через день вытирать, ребята, пыль. А это тоже ваза. Напоминает мне, знаете, как кувшин такой. Вот такая красная ваза напольная, тоже 1300 гривен. Это о том, о чем, что я вам, ребята, видите, друзья, говорил. Сколько пыли. Веточки винограда. То есть, может, ваза. Но мне кажется, это может она и вино сохранять тут. Я не знаю. Вот такая большущая красная. Вот такая тоже ваза напольная. Еще одна. Знаете, как для этого, для коньяка или для чего там, для виски. Я знаю, что в таких можно классно коллекционировать. Вот эти вот пробки от шампанского. Будет очень интересно так вот не выкидывать, а вот купить вот такую вот прозрачную вазу и туда кидать пробки от шампанского, от вина. Тоже будет интересно. Гляньте, как интересно придумали вот такая вот ваза. 1200 гривен и в этом таком железном ободке. Друзья, вот еще одна тоже такая напольная, зеленая. Это уже такие джунгли. Тоже зеленая ваза напольная. Конечно, есть много таких простых, прозрачных ваз. Они бюджетные. По 170 гривен. Ребята, очень много вот таких вот подарочных статуэток. Это, походу... А гляньте, что он от лука... Ничего не осталось. Это, походу, 500 гривен статуэтки вот эти вот стоят. Амурчики всякие. Так, а это что? А, это... Кого-то сюда поставить нужно или что? Вот так вот тебя поставим. А, не влазит. Так, ну это подарки, наверное, для парней. Вот такая вот статуэтка. Как она написана? Статуэтка воина. Воин такой, рыцарь. Спарта. Это Египет уже. Так, это подарок можно какому-то музыканту, знаете, подарить. У кого какое хобби. Дельфины. Вот футболист. Вот тоже интересная композиция. 1050 гривен. Лебеди. На свадьбу кому-то. Тут уже можно тоже подобрать. Интересный. Вот интересная тоже. Клеопатра. Какая красивая. Смотрите. Клеопатра, а это служанка. Нет, это не служанка. Это слуга. Это слуга. Тоже очень интересные всякие такие прикольные штучки. Прелесть. Так, а вот копье лежит. Гляньте, видите? Вот это копье должно быть у него в руке. Сейчас мы постараемся тебе вот так вот поставить копье. Не теряй его больше, пожалуйста. Хорошо? Защищай свою нефертити. Так, вазы всякие тут тоже вперемешку как-то. Так, а это что у нас? Все, нет. Звоночка и колокольчика. Ребята, посмотрите, какие интересные вазы нашел. Ну, то есть не вазы. Я бы сюда подсвечники бы назвал, да? Вот сюда поставить не настоящую свечку, а такую свечу на батарейке. И очень даже бы красиво бы смотрелось. Такая вот подставка железная. Кстати, она сколько стоит? Цены не вижу. А, вот, вижу. 374 гривны. Очень прикольно. Очень в интерьер бы вписывалось бы в каждый. Прикольно такое золото. И свеча бы классно передавала бы вот эту резьбу на стенах. Так, здесь у нас уже пошли глобусы. Это чуть побольше глобус такой черно-золотой. А вот золотой глобус тоже подарить кому-то на подарок. Очень даже бы красиво. Я всегда тоже был маленький, мечтал иметь глобус. Но мне так никто и не подарил глобус, когда в школу ходил я. Так, даже есть чуть поменьше глобусы. Так, гляньте, какие ревристые вазы по 1900 гривен. Вот это 1900, а это 1500 гривен. Интересные такие в форме. Форма такая. Я никогда такой вазы еще, в принципе, не видел. Квадратная. Вот есть и богемия 750. Чуть бюджетнее. Но тоже такая, знаете, поднять одной рукой тяжело. Вот 1000 гривен тоже интересная. Такая как резьба. Вот чуть попроще есть. 1400 вот такая. Интересная. Короче, ребята, сегодня барахолка у меня классная получилась. Я доволен. Так, вот такая тоже на конфетницу. Где-то там есть у моей мамы. Вот моя мама. Я ее заставлю посмотреть эти вот видео с барахолки. Пусть она посмотрит. Пусть она посмотрит, как люди эту барахолку. Вот, гляньте, 1300. Блюдо стеклянное. Не знаю, что ММДМС насыпать можно. Да, интересные все эти такие штучки. Вот еще на глаза мне попались тоже такие вот квадратные вазы. Как будто кубиками выложены. Раз, два, три, четыре. Маленькая. 495, ну, скажем, 500. А побольше 800. Тоже интересно. А вот в виде звезды. Тоже кому-то на подарок 1100. Класс. Богемия тоже. Гляньте, как звездочка. Кому-то, знаете, как кубок выглядит. Интересная такая. Класс. Большой выбор таких бюджетных ваз. Гляньте, шнур завязали. Уже ваза красивее смотрится. Такая вот ваза в виде сумки. Сумочки тоже. Воды налили, поставили букет. И уже по-другому совсем тоже смотрится. На столе букет. Даже можно выбрать вазы в цвет вашей, там, скажем, комнаты. Или вашей кухни. Очень много всего, ребята. Бирюза, как всегда, меня манит. Манит, манит. Красивые вазы. Ой, прелесть. Гляньте, крокодил. Чуть не лакоста, ребята. Чуть не лакоста. Может и лакоста. Может и лакоста даже. А что? Все даже может быть. Так, гляньте, какие кактусы я нашел. Я бы сказал, что даже это может быть и горшочки для фиалок. Прикольные такие оригинальные. Да, не в простых этих пластиковых садить фиалки. Или даже кактусы можно посадить. Скорее всего, это даже и для кактусов. А вот и горшочек с крышечкой. Интересные. А вот еще нашел такое блюдо, ребята. Красивейшее блюдо с турецкими огурцами. Очень красивое. Супер. Друзья, большое вам спасибо за просмотр. Буду заканчивать. Время заканчивать. Видео. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok